Святые Покрова на Хортице. Ко дню казачества в историко-культурном комплексе Запорожская Сечь открылась выставка икон. В храме Покрова Пресвятой Богородицы побывала наша съемочная группа. Почитание Покрова Пресвятой Богородицы стало занимать особое место в жизни казачества с середины 17 века. Фактически с молитвы Деви Марии начинали любой поход, а на сечи ставили храмы. Один из таких построили заново в историко-культурном комплексе на Хортице. И сейчас все делают для того, чтобы придать этой церкви действительно церковный статус. В прошлом году здесь установили иконостас 18 века, а в этом символические покровы, под которыми открыли выставку икон Пресвятой Богородицы. Треба, чтобы в церкви было відчуття того, что в церкви постоянно правится, церква намолюется. И скажу вам, до речи, что амофор в церкви будет теперь постоянно. Он будет нас покрывать своей благодатью. 16 покровских икон из запасников Национального заповедника Краеведческого музея Запорожской епархии и частной коллекции. Единого канона для них нет. В изображенных сюжетах, кроме Девы Марии, присутствуют различные святые и угодники. У нас есть две покровских иконы, которые точно можно додать 18-м столетиям. Ну, снова таки, походят из Украины. Двие чудовые иконы, переданные нам, как раз, Валериям Александровичем Гущу, они наибольшие и прикрашены лампадками. Они действительно влияют свою величию. Но каждая икона – это витверь мистецтва, это действительно, каждая икона ценна. Каждую икону можно назвать чудотворной. Она – священа благодатью Святого Духа, является как бы окном в мир духовный, в мир нематериальный. Просто надо посмотреть внимательно, вглядеться в иконы, увидеть, что мысли меняются у человека, когда он видит икону. Они написаны особым образом и чувствуется особая благодать. Выставка икон в храме будет до праздника Покрова 14 октября. В перспективе здесь собираются продолжить нижний иконописный ряд и сделать верхний престол. Тогда это будет уже не просто храм, а самый настоящий собор, уверенный на Запорожской Сечи.